В летний сезон горожанам хочется привнести в свой рацион питания больше овощей и фруктов. И, как правило, покупать такие продукты стремятся именно на рынках, непосредственно у тех, кто их выращивает. В этих местах, как правило, овощи и фрукты в сезонный период не только выглядят свежее, чем на прилавках магазинов, но еще и значительно дешевле. Однако, помимо рынков, где все торговые точки зарегистрированы и подвержены необходимым проверкам, а также введению документациям, существуют еще и несанкционированные торговые точки, где люди без нужного на то подтверждения продают все то, что производят сами. Такие места регулярно можно наблюдать по улице Антонова или у автовокзала. Все свое, свежее, без химических добавок. Именно так рекламируют свой товар продавцы, однако подобного рода продукция может быть очень опасной. Все дело в том, что здесь не соблюдаются необходимые правила и нормы гигиены. В такую жаркую погоду особенно остро становится вопрос о реализации готовых молочных продуктов, мясных изделий, пищевой и рыбной продукции, яиц, а также консервированных продуктов домашнего приготовления, дикорастущих ягод и грибов. Эти продукты, как минимум, требуют особых условий хранения. На такие реализуемые продукты питания, как правило, отсутствуют документы, подтверждающие их качество и безопасность, отсутствует необходимая информация о товаре, поэтому существует риск приобретения продуктов питания с истекшим сроком годности и сомнительного качества. В таких случаях предъявить претензии к кому-то не представляется возможным, так как найти того, кто продал такой товар, невозможно практически. Поэтому законы, которые приняты защищать потребителя в случае приобретения качественного товара, здесь не действуют, так как потребитель сам осознанно пошел на такой риск. Осторожными также нужно быть и при приобретении на рыночных торговых точках косметики и парфюмерии, говорят специалисты. Духи или туалетная вода, например, без потери качества товара, могут храниться в температурных условиях от 0 до 25 градусов. В эти дни столбики термометров далеко шагнули за эту отметку, однако не у всех продавцов есть возможность создать необходимые условия хранения такого товара. Поэтому с приобретением этих продуктов сейчас лучше повременить. Специалисты Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии еженедельно в составе комиссии выходят на рейдовые проверки несанкционированных торговых точек. Они, конечно, носят исключительно профилактический характер. Прежде всего, продавцам и покупателям напоминают о том, что такие товары, приобретенные с бордюра, небезопасны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова